Добрый день, уважаемые участники Международного форума «Арктика. Общество, наука и права» по секции «Средства массовой информации» и «Арктика». Я, Жоржик Анатолий Васильевич, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета, хочу представить вам проект «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока в глобальной сети интернет». Но поскольку я не смог приехать на наш форум и не могу представить полноценно наш проект, то хочу предложить вашему вниманию видеоролик на 7 минут, который освещает суть нашего проекта. Все свои вопросы, замечания и предложения вы можете присылать по электронной почте. Спасибо за внимание. Каждый язык является уникальным хранилищем информации о говорящем на нем этности и его культуре, о своей собственной эволюции, а также о природе человека как биологического вида. На протяжении всей истории человечества происходило рождение одних языков и отмирание других. Однако в последнее время, в условиях глобализации и формирования информационного общества, процесс отмирания языков приобрел угрожающие размеры. По пессимистическим прогнозам ЮНЕСКО, при таких темпах, к концу 21 века может остаться лишь около 10% существующих ныне языков. Задача сегодняшнего времени – это сохранение традиций, культуры, языка и традиционного быта всех малочисленных народов мира, в том числе народов Арктики и представления их в мировом информационном пространстве, в новой поликультурной средеобщении 21 века. Это особенно актуально для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, языки и культура которых уже находятся на грани исчезновения. Осталось очень мало представителей коренных малочисленных народов Севера, полноценных носителей языка и культуры, и поэтому неотложной задачей является запись их языка и культуры на цифровые носители и представление в глобальной сети интернет для будущих поколений и для лиц, которые хотят изучать, сохранять и развивать свой родной язык. Этой важной и актуальной задачей занимается Центр цифрового культурного наследия СФУ. Цель проекта – представить языковое и культурное разнообразие коренных малочисленных народов Севера на цифровых носителях и в глобальной сети интернет, создать виртуальную среду для общения на родных языках на едином многоязычном арктическом портале ArcticMegapedia.ru. На первом этапе реализации проекта в 2011 и 2013 годах были организованы экспедиции места компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия для организации видео и фотосъемки уже исчезающих носителей языка и культуры Юкагиров, Долганов, Эвенов, Эвенков, Чукчей. Собранный материал использован в двух направлениях. Создание цифровых образовательных мультимедийных DVD-дисков по языку и культуре коренных малочисленных народов Севера. Создание общедоступного многозаичного портала ArcticMegapedia.ru. На основе собранных материалов создано 18 очень содержательных образовательных DVD-дисков по языку и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. Разработан мегапортал ArcticMegapedia, на котором уже размещены практически все имеющиеся материалы. Первым народом, носители языка которого были оцифрованы и записаны на тематические образовательные компакт-диски, а также представлены в сети интернет, стали юкагиры. Несколько слов об этом проекте расскажет председатель Совета старейшин юкагирского народа Шадрин Вячеслав Иванович. С 2011 года Ассоциация юкагиров Республики Саха-Якутия и Совет старейшин юкагирского народа сотрудничает с Центром цифрового культурного наследия Северо-Восточного Федерального университета и реализует один из самых успешных проектов по сохранению юкагирского языка и культуры в киберпространстве на цифровых носителях. Этот проект на сегодняшний момент реализован в виде выпуска 18 дисков. Часть из них представляют учебные пособия по изучению юкагирского языка. Это разговорники, словари, различные озвучки различных учебных пособий и текстов на юкагирском языке. То есть звучит живая юкагирская речь, которая очень важна именно в наше время, когда у нас осталось очень мало носителей живого юкагирского языка. И часть материалов представляет собой материалы по сохранению юкагирской культуры, по его пропаганде и популяризации. Мы надеемся, что проект, который мы реализуем совместно с Центром Цифрового Культурного Наследия, будет продолжаться и будет вносить большой вклад в сохранение и развитие культуры и языка нашего древнего народа. Работа по данному направлению показала большую востребованность проекта не только в Республике Саха-Якутия, но и в других регионах Российской Федерации, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера. Данный проект также был представлен в марте 2013 года на Седьмом съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проходившем в городе Салихарде. Он вызвал большой интерес и поддержку. Арктический многоязычный портал ArcticMegapedia.ru стал финалистом дальневосточной интернет-премии «Стерх» в секции «Лучший некоммерческий или тематический проект Дальнего Востока» в апреле 2013 года. Следующим этапом реализации проекта с 2014 года стало расширение проекта на весь Дальний Восток. Были организованы экспедиции для записи на цифровые носители коренных малочисленных народов Севера. На Чукотку, Чукчи и Скимосов, Камчатку, Коряков и Этельменов, в Хабаровский край, на Найцев, Негитальцев и Удыгейцев. К сожалению, пока не удалось охватить все народы, но в ближайших планах намечается представление на портале всех коренных малочисленных народов Дальнего Востока, а в далекой перспективе всех коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Конечным результатом данного проекта является то, что единый портал 3W ArcticMegapedia.ru должен стать доступной информационной, культурно-образовательной средой не только коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но и малочисленных народов, проживающих за рубежом.